Витя, помните, я тебе говорил, не попадался мне на глаза. Ха-ха-ха! Добрый день, президент России! Ха-ха-ха-ха! Девочка вайфу! Да, я этого хотел! Ох, Сана Юрьевна, нихуя себе! Ха-ха-ха! Всем привет, дорогие друзья, с вами Никицу Маракайте. Сегодня я буду начинать проходить новеллу под названием Dungeon Unful, если правильно почитается, версия 1.0. Собственно, эта новелла создана одним из моих друзей по интернету, который сыграл мою новеллу. Кстати, тоже сыграть мою новеллу, ссылка будет в описании. Вообще, собственно, эта новелла где-то приблизительно на 5-6-7 часов по новелле Данганропа. Я ее, правда, не считал, но, надеюсь, я что-то из этой новеллы все-таки пойму. Так что, сейчас об игре, может, что-то тут написано? А, не, сделано с помощью RENPAI 732-320 настройки. У меня чуть, если честно, колонки уже, ноутбук или Monty, громкость музыки. Но я где-то так поставил, а то что-то с этих колонок очень сильно много шума. Поэтому, ну, давайте все-таки приступим к игре и посмотрим, что она из себя представляет. Давайте. О, уже музыка первая. А, вчера мы пригласили вступить в какую-то японскую академию для особо одаренных. Ого. Меня бесполезно вывезти из России. А пригласили меня туда из-за моего абсолютного таланта. Я абсолютный лох. Ну, в принципе, как и я, наверное. Мог бы там и я уже быть. Лучше бы и не приглашали. Ну, какая разница? Вроде как-то можно получить высшее образование и гарантированную работу в будущем. Опа-на. Так что лох и не лох, но это мой шанс. Как там школа называется? Пик надежды? Впрочем, какая разница? О, музыка прикольная. Ну-ка, что там будет? О. Сакуя. Сакуя. Или Сакуя. Эй! Ты живой? Так, а... Откуда вот этот тут фон странно? Что-то он... Что-то вроде были знакомы. Или из Данганропы. Ну, ладно. Обычно в японских школах именно такие, вообще. А! Я вспоминаю Love Money Rock'n'Roll. Но вообще-то в любой японской школе вообще, в принципе, такие коридоры. Так, Сакуя. Эй! Ты живой? А? Вроде да. Где я? Меня зовут Сакуя. Или Сакуя. Сакуя, наверное, буду называть. Сакуя. Сакуя. Эй! Я абсолютно повелитель времени. Ты это доктору кто скажи? Кому? Эй! Не важно. Я ученик по обмену из далёкого Генсокио. Блин. Я, если честно, сюжет Данганропы не знаю. Но я думаю, что-то тут всё-таки пойму. Генсокио. Это город такой выходит. И ученик по обмену из далёкого Генсокио. Наверное. Если бы в моей школе были такие ученики. А теперь идём же. Куда? В спортзал. В школе закрыли все выходы, так как в здание пробрался медведь. Вау. Эээ. Медведь? Завидевший пришёл. Поэтому всех учеников, которые остались на этой данной школе, попросили пройти в спортзал. Ясно. Тогда идём. Я шёл в спортзал, если я никак не мог поднять. Что вообще происходит? Ну-ка. Ну-ка. Мне уже начинает нравиться, если честно. Мы пришли в зал. Здесь уже стояло множество других учеников. Ха-ха-ха. Добрый день, президент России. Ха-ха-ха. Блин. Ха-ха. Вот на мне так это. Прийти в спортзал это. И увидеть там это. Добрый день. Ха-ха. 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 И какова реакция Витии будет странным? Добрый день. Я президент России. Зовут меня Владимир Владимирович Путин. Ха-ха. Ха-ха. Да-да-да. Это ты, я вижу. И я абсолютный царь. Ничего себе здесь ученики. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Джозеф. Это из Джо-Джо, да? О, здравствуй. Меня зовут Джозеф Джостер. Я абсолютный Джостер. И следующей твоей фразой будет привет. Ха-ха. Привет. Ну да, как бы. А, как он угадал. Ха-ха-ха-ха. Александра. Приветствую. Меня зовут Александра. Я абсолютная прислуга. Так. Познакомились с Путиным, с Александрой и Джозефом. Сейчас я являюсь личной горничной миссис Хэлен. Хэлен. А кто такая миссис Хэлен? А, вот Хэлен. И миссис Хэлен это я, сударь. Я являюсь абсолютно аристократкой. Я с гордостью нашу эту титул уже много лет. Угу. Ну, спратья, если честно, хоть и для начала они вообще, в принципе, интересны. Нормальные. И вот эти вот повороты, кстати, блин, как это в Ренплайе сделать? Вообще, мне пока нравится. Так, суки, мы познакомились с Хэлен, Александрой, Джозефом и с Владимиром Пузиным. Блин. Я являюсь определительно аристократкой. Я с гордостью нашу этот титул уже много лет. Это что, вечерняя школа? А, добрый день. Матвей Иванович Хамов. Экая Аказия, если не ошибаюсь, его зовут Виталий Кормов. А, стоп, как его надо запомнить? Матвей Иванович Хамов. Просто я люблю запоминать имена, а то мало ли. Значит, Матвей Иванович Хамов он будет. какой сударь если не ошибаюсь а зовут виталий кормов да подождите виталий кормов видите а это кличка витя подвиг также да это я откуда вы знаете что не помните мы с вами учились в одном классе ничего такого не помню в таком случае мне следует представиться матвей иванович хамов меня зовут матвей иванович хамов и я абсолютно ученый ясно будем знакомы почему-то такая огромная все это 2 метра 16 сантиметров как это батя свин будет здесь странным всего-то и так если абсолютный повелитель вселенных с таким ростом это титул не оспоришь на это до 2 метра 16 сантиметров тихо не дать такая большая поэтому я жду пока мы сможем выйти а даже он здесь ясно я думаю можно смело сказать что задавать или вопрос будет бессмысленно насколько здесь все ярик ну привет ярик ты что ли ну конечно же все-таки абсолютный разработчик игр ухты значит на докладники вот где но хоть кто-то мне знакомый здесь есть макс это же здесь как видишь макс и ты здесь то есть это же в эту школу попал да я попал сюда как абсолютный друг значит эту школу берут иногда и просто так тогда понятно почему меня взяли ясно почему именно друг не знаю ясно это когда пасхалочки все таки такое тоже люблю свое новое сделал так я сохранюсь на всякий случай вот ясно лава привет я лава меня еще называют абсолютной вайфу может она и будет моей вайфу здесь у лава ого привет девочка вайфу да рада познакомиться блин а почему в моей школе так не было если честно тут все такое приветливое блин а вот в реальности блин почему не так серьезно когда познакомиться славя ох мать славя из бесконечного лета привет привет я славя абсолютная примерная пионерка рад познакомиться это моя вайфа вайф очка как три точки три точки привет привет я лена я витя как-то неловко какой твой талант я и я конечно спойлерить бесконечное лето конечно же не буду но я не просто кто поймет меня тут понятно чуть-чуть и чей ее талант какой твой талант абсолютный взломщик да 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 но я не знаю что имеется здесь конкретно сейчас ввиду но если проехать деле бесконечное лето то вы поймете какой взломщик а может не то но сейчас посмотрим абсолютный взломщик ясно у меня статус абсолютный математички но это не значит что учить вы здесь все собрались в этом нет никакого смысла она всегда на всех-то кричит дело ты думал это будет желатур но это был я дело ничего такого я не думал из какой-то новеллы странно если честно вроде что-то знакомые и мы может не помню короче ладно ничего такого я не думаю абсолютный вампир а теперь тот стоит передо мной назови себя явить и ты жалок человек ой начинается но я дива бранда позволю тебе жить ты как ты мой одноклассник дело бранда ну ладно абсолютный вампир здравствуй просто постарайся мне на глаза а если ты попадешься на мои глаза то что будет 6 не так у него явно мания величия опа минуточку прошу внимание славя пришел мишка монокума я не пляшу и мишка я монокума я директор этой школы чего медведь директор окушите японцы пробрался медведь в школу так монокума надо запомнить монокума раз встретить вас всех саквы что у меня шепляшу и медведь директор я же уже сказал не пляшу и медведь а монокума в любом случае добро пожаловать на церемонию открытия вообще еще нужно знать что пришел куда нужно как вы знаете вы все являетесь будущем человечества абсолютными людьми людьми следи за языком медведь приношу свои извинения так вот поскольку взять с абсолютными существами в качестве меры защиты все ваше время обучения будете проводить исключительно на территории школы а спать мы будем сынка папа сказала дома все ваше время обучения будем проводить исключительно на территории школы а что касается дата окончания обучения ее нет другими словами будете жить здесь до конца ваших дней такое правило на этой школы пока мы не умрем вот именно а если никогда не здесь уже пошел реально смех вот от путина и там это просто какая-то неудачная шутка должно быть он нам в ряд и я никогда не могу может садил этом убедиться однако есть один способ отсюда уйти если кто-то из вас захочет нарушить гармонию нарушить гармонию каким образом ну-ка если один ученик убьет другого что ты опомнил вот это вот мультик и блин или на я помню как-то аниме за минуту смотрел и там говорили типа надо переубивать друг друга и тому подобное по моему да там есть такое тоже да это пародия в принципе но мне уже нравится если один ученик убьет другого убьет каким образом неважно вы должны убить кого чтобы выбраться отсюда все просто погодите так вот как у на образование в японии есть вообще яндеры но это вообще не то так что ладно да просто посол покажите мне кого надо убить я сделаю это мгновенно можешь начать с меня с радостью за стойте стойте еще не до конца все объяснил вы должны сделать это так чтобы никто об этом не узнал скором времени после убийства начнется классное собрание опа 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 в конце классного собрания будет проводиться голосование это как отвечает на привет меня обангас кто же здесь предатель что-то вроде того если честно если будет выбран преступник то он будет казнен а вы продолжите вашу школьную жизнь а если вы ошибетесь в вашем выборе казненная вода себя преступник получит аттестат и покинет школу пиздец так значит убийство должно быть тайным блин знал бы не пошел ну ладно все лучше чем просто школе учиться о чем мы говорим мы все умрем не можем же мы просто взять и кого-то убить я не верю что вы должны кого-то убить как вряд вы можете жить здесь до конца ваших дней я буду его так озвучивать блин если честно я все равно в это не верю я на вашу меру преподавания не верну успокойтесь уже просто неудачно пошутил эй ты твоя шутка зашла слишком далеко и напоследок качестве завершения нашего радостного вступления в школу я подготовил для каждого из вас электронную записную книжку с правилами прочтите их как можно скорее постарайтесь не нарушать правила иронично с этим наша церемония уступления окончена увидимся макс и что это было не такой же вопрос похоже что нам придется убить друг друга сразу говорим первым убивать никого не буду итак как вы описали то что только что случилось с нами я не понимаю ничего не понимаю это нам всем нужно успокоиться блин реально интересно уже становится много давайте дальше что же давайте тогда посмотрим на то что нам предложил монокума или молоком монокума я буду считать так у нас есть два выбора убить или быть убитым в принципе не считая этой дилеммы и хотя ну ладно так не может быть может или не может это не главное главное то что вполне возможно кто-то из нас уже подумал совершить убийство на это никто не ответил на их бы месте не знаю я бы вообще был в шоке такого честно говоря то что вступили в школу и тут бас надо убить это кого-то блин это похоже что блин на пилу наверно в те пилу не смотрел ну ладно на это никто не ответил ничего не сказав посмотрел на остальных ты смотрел на эту группу пытаясь угадать чужие мысли я мог чувствовать их враждебность и только тогда меня осенило я понял настоящий уже с того что только что произошел настоящий уже с правил монокумы настоящий уже с правил монокумы вы должны убить кого-то чтобы убраться отсюда эти слова звучат у всех уговоря даже у пэпэ на шашлык пойдешь первое слышишь каждый из нас начал подозревать друг другу неужели кто-то из нас предателем а манг ас пошел хотя у манг ас тоже не играл именно так и началась моя новая школьная жизнь глава первая начало убийственной школьной жизни ну я думаю наверно вот это вот главу я пройду и потом я закончу серию ну и дальше буду снимать вполне вообще нормально мне уже нравится если честно вот пролог сделан прям не знаю нормально вообще нравится он допускает игрока ну читателя думать что же будет дальше что же будет дальше поэтому как бы уже нравится так я сохранить тоже на всякий случай начало убийственной школьной жизни глава первого учеников в живых 15 пока 15 так мы долго стояли в молчании и нарушила голос матвея ивановича хамова или хамова и так что мы будем делать дальше просто стоите смотреть на друг на другу подождите мы долго стояли молчание а это продолжение тебе идет да и так что мы будем делать дальше состоится просто стоять смотреть на друг на друга и его голос вернул нас к реальности верно мы не можем просто так здесь стоять нам необходимо найти отсюда выход но перед тем как мы это сделаем нам необходимо прочитать уже электронные записные книжки я буду вот так вот череда озвучить оксану юрьевну такой блин блин ну если честно прекрати лишая вот это уже учительница блин верно будем следовать правилам я решил следить на электронную записную книжку виталий ой блин прикольно сделано электронная записная эзака и коробеды виталий кормов так абсолютный лох правило один покидать территорию академии запрещено правило два десяти вечера до семи утра наступает ночное время некоторые посещения будут закрыты правило третье спать где-либо кроме спальных комнат запрещено а правило четыре вам разрешено исследовать академии с минимальными ограничениями правило пять насилие против директора монокубы разрушение здания строго запрещено еще а если убьет кстати монокума чтобы правило шесть любой кто убьет другого ученика получит эти статы покинет академию тут если об этом никто не узнает странно ленка тут кого-нибудь убьет правило семь дополнительные правила могут быть добавлены если потребуется все я прочитал все но я ничего не запомнил ну как это выходить за территорию нельзя как бы тайно убивать можно тогда мы получим аттестат с минимальным ограничением можем ходить по помещениям что там еще блин ну с десяти вечера до семи утра в общем находиться в академии это ночное время ну спать да на этом надо и что тут еще ну и то что спать надо спальных комнатах я прочитал все но я ничего не запомнил спасибо моей абсолютной памяти мне эти правила не нравятся эх вообще не поняла все же эти правила меня беспокоят нечем беспокоиться сакуя сакуя или сакуя не сакуя это как-то смешно сакуя быть да 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 нечем беспокоиться если никто из нас не будет никого убирать рано или поздно нас отсюда спасут так что у нас об этом незачем но кто-то нарушит это правило это явно верно давайте пока забудем о всех тех правилах убийства и так далее и пойдем ездить я уверен тут есть столовая верно Джозеф и теперь строимся по парам идем искать столовую ура ура а надо обь, свинину есть стороны или нет по парам идти необязательно я пойду войдем не хочу идти в месяц с обычными людьми не доставимое внимание дело ох ты блядь какой вода ооооо так 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 это означает Опа-опа-опа, а есть... Нет, мы не сможем поесть! Боюсь, нам ничего не остаётся, кроме как пойти спать. Ой, а почему я подумал убить и сожрать мясо? Ой, блин, привет! Это уже пошло какие-то... Кровавые хоры, ну типа, эту. Смотри, Иваныч Ханов. Привет, на решение. Приделкаю с ним собраться завтра с утра в столу и обсудить нашу ситуацию. А что-то Микурут опять напомнил, а в столу и обсуждать ситуацию. Тогда решено, зато с утра встретимся. Всем спокойной ночи. Сказав это, я пошёл в свою комнату и лёг спать. Я ни о чём не думал, ведь я лох, а лохам думать незачем. Даже... Не, ну я тоже скажу, что я лох, так что я многое думаю. Опа-опа-опа. Угу. Опа-опа-опа наша комната. Так, дайте посмотреть. А это реально нарисовано? Ну-ка, надо спросить. Не знаю, сколько времени прошло, но я проснулся. А кто в твоей комнате спит, ну-ка? А тут по одному же, да? Опа-опа-опа. Доброе утро, сейчас 7 часов утра, и ночное время наконец-то окончено. Время вставать и сверхать. Готовьтесь встретить ещё один прекрасный день. Ой, блин, я буду его так вот озвучивать. Мне по сути вообще нравится его озвучивать монокуму вот таким вот голосом. Блин, мне аж в радость, честно. И что теперь, так каждый день просыпаться? За что мне это? Я решу встретиться с остальными в столовой. Я тех открыл двери. Кто это? Оказалось, что я врезался в Сакую. В Сакую. Да почему я так считаю? Ой, извини, не убивай. А, не убивай? Не убивай?! А, да, кстати. Типа, понятно, почему так слышно. Ничего, я с вами отошла рядом с дверью. Я думаю, нам пога идти в столовую. Хашиди? О, 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 о! А из какой-то новелы, блин? Тут прикольно. О, Витя! Рад тебя видеть. Мы тут уже все собрались, кроме Дила. Видимо, он не придёт. А вдруг он уже мёртв. Где у вампера так просто не убить? Может, за него не волноваться? Я с такими как он уже сталкивался. Кстати, это же из Джо-Джо все, да? А, вспомнил, да, точно. И то Дила, да-да. Я с такими как он уже сталкивался, но я сюжет не знаю, но я как-нибудь посмотрю. Господа, я принесла вам поесть. На кухне было много запасов, и я решил приготовить завтра... А тут никого нету, что ли? На кухне было много запасов, и я решил приготовить завтра для вас и миссис Хэйлен. Подождите-ка, вопрос. А тут кто-нибудь-то ещё готовит? Почему ученик готовит? Благодарили, Александра. Приятного всем аппетита. Итак, похоже, что все мы, за исключением Дилы, уже здесь. Хех, я так голос в голове представил честно. Я думаю, мы можем начать нашу встречу. Те из вас, кто уже исследовали территорию, поделись результатами ваших войсков. Я нашла спальные комнаты, мяу! Я думаю, их уже нашли для себя. Я нашла две классные комнаты, но не думаю, что они нам понадобятся. Я нашел закрытую решёткой лестницу. А, я понял. Как это выглядит? И это всё как-то маловато места. Все окна и двери в здании декоративные. Угу. Пейзаж за ними фальшивый. Звучит музыка. Смотрите. Смотрите. Пейзаж за ним. Пейзаж. Пейзаж за ним. Пейзаж. уже интересненько пошло значит окна в этом здании фальшивы а что насчет выхода понимаю насколько важны значим эти вопросы для многих из нас для каждого человека что же изменилось за прошедшие часы мы не тратили время зря мы на все учащийся класс школы работали стоп что все же изменилось за прошедшие часы мы не тратили время зря мы мы все учащийся класс и иными с вами выхода отсюда действительно нет видимо отсюда действительно нет выхода эта школа должна быть стать нашей надежды но вместо этого мы обречены здесь жить остаток нашей жизни сове за мат я думаю это можно закончить нашу встречу ладно я тогда буду с показали надеюсь там есть штанга еще не даю поэтому пока останусь нам еще очень многое нужно сделать возможно отсюда есть другой выход дадите нам все очень много нужно сделать возможно соберись другой все начали постепенно расходиться было бы хорошо знать общую обстановку поэтому я решил осмотреть все здание начнем с кухни здесь множество различных кухонных принадлежностей плитами кроме поварешки ножи плитами коломовка поварешки ножи приветственная кухня откуда берется еда на этой кухне появился здесь и сказал что запасы исполняется каждый день появился да причем не откуда действительно выберета фразы действительно что это в это слово верится следующая остановка спорта здоровым привет не хочешь на бейсбол это очень весело давай тебе понравится но я как-то странно если честно пока они все такие дружи мне кажется тут сойдет с ума явно надо как-то вижу вас к затем что меня а каким образом это будет ну пока готова не только скульптурами следующая фраза быть ну не есть какие дела у меня есть какие дела очень предсказуем она идешь если так не охота не без позора я вышел из спортзала далее классная комната я думаю не смысл посещать поэтому я зайду только ладно блин из какой-то пин люблю вас комната как вас на ком-то люблю японские школы честно люблю моя эра таки-дакили трэш-клаб вот одна любовь если честно мне нравится и в love манировал подавал вообще прикольно вас на пункта как вас на комнату ну что это я вижу как оксана юрьевна его у него не вы не позволю я когда чё за кто-то ты чё не должен кричать вы не могли бы перестать смотреть аниме а почему ну аниме же говно ты как со мной разговариваешь используешь слова паразита и мат да как тебе не стыдно звучит вообще прикольно зачем же так грубо очень грубо блин что я натворил теперь я не нравлюсь кошка девочки вот блин с девочками вот надо поаккуратнее это я уже выяснил теперь я не нравлюсь кошка девочки что мне делать нет простите 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 избежав неловкой ситуации мне далось выбраться из комнаты и видимо опять появился мой абсолютный талант блин сюжет интересный честно вот правда мне нравится мне вот и так легкие тексты и приятно читать ее сюжет вообще правда нравится давайте идем дальше видимо опять появился мой абсолютный талант я же собираюсь опять из своей комнаты в пасть депрессию не надо и депрессии это господи уже много раз что в реальной жизни ладно я же собираюсь обойти в свою комнату и пасть депрессию кого-то бог ай ты опять это сделал кажется опять не видел сроку и влете у нее со своей скоростью опять не специально честно точно еще раз так случайно сделаешь и тебя на жаль и закидаю не надо на себе нас так уж и ты опасная девочка сакуи могла бы не добыть ай ладно спойлер повезло повезло пока сакуи ушло можно считать что сегодня еще пожилу фур подумав и моя удача я придет полежать не большой дневной сон как выбраться честно это проснулся у меня раскололась голова ой блин вот я лох я тоже мне иногда тоже просыпается голова болит когда много спишь там подобным блин если еще проснулся в 4 утра туда вот я лох я приоткрыл двери я ни в кого не влетел ура ты чё так радуешься да так просто я был немного голоден поэтому я решил пойти в столовую на столе стоило не тронутая тарелка макарон а какие рожки или обычные только соберался поисков двадцать кухни вышла гену и влетел не не подождите и к себе красиво из кадра с ума вышла гена эти а ты что здесь делаешь ем ясно я тогда пойду даже ли не даже для на не хочется ставить мне компанию а ты здесь давно сидишь я отошел всего на 10 минут а ты уже здесь попросил бы и я бы хоть чего приготовила а подождите а это типа она а ты здесь давно сидишь и то что все на 10 минут а ты уже здесь попросил бы я бы хоть что-нибудь приготовила но был уже слишком поздно ведь я же съела тарелку макарон ничего я уже ухожу хорошо я тогда отнесу тарелку на кухне так я шел по коридору думаю чем не заняться дальше ну и скучно же здесь с противоположной части коридора начали двигаться начали двигаться знакомая фигура бреда представляет этот пазл и сейчас будет ведь я помню циете говорил не попадаться мне на глаза дело я не пытался попаться тебе до глаза это совпадение и как интересно единственное желание человека это обрести душевное равновесие. Фразочки такие. Нет, ну на самом деле нормально. Единственное желание человечества обрести душевное равновесие. Богатство, власть, отношения и всякое-то единственное цель. И чем-то он хочет мне это сказать, ну и не совсем понимаю о чем ты. А че у него зеленое сердце-то? Ох ты. Дошкольное объявление. Сейчас 10 часов вечера с отрициной ночное время. Скоро двери столов будут закрыты. Окей, испокачься им ночью спите крепко и сладких слов. Ладно, можешь считать, что тебе повезло. Оставь меня в недоумении, Дио удалился медленными шагами. Шизофреник, что ли? Еще чуть-чуть и он бы выпил из меня всю кровь. Лучше мне его избегать. Будет избегать. Ничем не думая, я лег спать. Этой ночью мне снился сон. Да, я этого хотел! Ну, подсознательно я этого правда хотел, в принципе. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Лагерь Савёнок, если посралка будет, это вообще прекрасно. Этой ночью мне снился сон, что я нахожусь в каком-то... Что я нахожусь в каком-то пионерском лагере, и когда-то я успел там побывать, я же в то время даже не жил. Но, тем не менее, там было несколько ребят, а именно Славя, Ленка и Оксана. или а оксанка даже мы сидели у костра и что-то обсуждали надо же неужели абсолютно примерная пионерка абсолютный зонщик абсолютной брибатичкой я же встречаюсь прошу прикольно это вот правда с огонком что связано это отдельный плюс ну вот серьезно от всех вообще прикольная квас просто проснулся я от стука в дверь ну наверно ладно я на этом серию закончу блин прикольно вот хочется дальше играть и я сейчас дальше буду записывать данную новеллу весьма привлекательно нормально хорошо мне нравится да и комната такая привлекательная ладно подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео в общем рекомендую поиграть в эту новеллу правда очень нормально мне интересно и то что сильно на такой нотке на promise from distant да есть по-моему сергей рябоков в общем композиция в общем наверное на этой композиции и заканчиваем видео всем удачи всем пока и скачивайте новеллу она правда очень хорошая